всем привет в Ингнагайби и с вами Екатерина да это конка на этот раз я решила просто видео записать тем более я прохожу сюжет вот мне очень интересно чем все это закончится вот а при тем как начать обязательно поставь лайк на видео и подпишись на мой канал да 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 и да так как я проводила трансляции я обязательно укажу сплач и скажу так информацию там на плейлист вы можете посмотреть предыдущей записи трансляции так давайте-ка вернемся каменград мы же там не до завершили мы же в любом случае должны наташи все отнести вот так что отправимся и вот как раз таки она ждет нас привет наташ наташа мы вернулись это наша зелли сама пунктуальность ну что нашли что-то полезное конечно подтвердить дайте-ка взглянуть металлические пластины марлевые бинты обезболивающие медицинский спирт отлично это все что мне было нужно просто обезболивающего оказалось меньше чем я ожидала кто-то вломился в кладовую ну как тебе сказать сказать мы с кларой повидались да мы поделились с ней даже с кларой если она тоже была там я понимаю она хочет помочь раненым бродягам верно у нее доброе сердце я думаю вы приняли правильное решение тем не менее мне придется подумать как распределить дозировку не волнуйся и я тебе помогу не надо клиникой займусь я плохое у вас есть более важные дела вас ждет олег и еще те два спутника я почти их забыла я кстати да тоже забыла так вы ребята не так уж и близки думала вы добрые друзья да блин понимаешь когда много времени проходит и не садишься за игру то и не только о них забудешь ты такая милая броня герой ты ведь шутишь да конечно шучу могу поспорить старик олег хочет поговорить о сварге нам пора идти прости наташ придется заняться ранеными ничего страшного надеюсь все у вас будет хорошо о серьезно а у меня наташа ранний еще выпадала ля 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 ладно давайте каидалон у нее откроем так вот Ты где? Получается, это у нее третий, да? Да. Окей, хорошо. Так. Все нормально, ладно. Уже устала? А ты нет? Мы совсем не отдыхали прошлой ночью. Знаешь, тебе придется постараться. Мой рекорд 6 дней без сна. Ну, это мало. Кто-то и больше не спит. Так. Давайте-ка по заданию, наверное. Или... А, можно... Эх, мадама. Нажимай те кнопки, которые мне надо, а не то, что не надо. Ладно. Так, вроде нам сюда, да? Да, сюда. А вот и Олег. Эй, наконец-то они вернулись. А, простите, что не предупредили. Ха, ничего страшного. Рекордсмен по внезапно исчезновениям тоже здесь. Не понимаю, чем тут можно гордиться. Хорошо, что все снова вместе. Позвольте мне перейти к делу. Мы с вашими друзьями снова обсудили этот Стеллоран и ваши трудности в надмирии. Последний раз, когда я видел Коколью, она была впечатляющей юной леди. Никогда бы не подумал, что став хранительницей. Могу лишь сказать, что я сопереживаю вашу ситуацию. Будьте спокойны. Дикий огонь не будет действовать за вашей спиной. Ваш план немного напоминает бред пьяного шахтера, но, по крайней мере, вы предлагаете двигаться вперед. Мы с жити-подземья уже давно сбились с пути. Вы видите, как обстоят дела. И я готов дать вам шанс. Не волнуйтесь. Господин Олег, мы вас не подведем. Бред пьяного шахтера. Немного рисковато. Возможно, я думаю, нам нужно выбрать более реалистичные цели. Вы, ребята, хотите знать местонахождение Стеллорана. Дикий огонь хочет снять ограничения с подземья. Другими словами, наша общая цель – сварок. И если мы не сможем справиться с этим боссом, то не сможем справиться ни с чем. Так, верно, давайте разберемся с ним. Дипломатию никто не отменял. Сначала нам следует попробовать мирные переговоры. Оба ваших подхода заслуживают внимания. Мы всегда предпочитаем избегать потерь и решать вопросы мирным путем. Но если ситуация изменится, мы должны быть готовы к вооруженному конфликту в любой момент. Да, в любом случае будет босс-файт, да? Дикий огонь много раз пытался связаться с фаррагом. Безуспешно. Он не собирается ничего с нами обсуждать. Да, и черт, чертовы его расчеты, да-да-да. Знаешь, в текущей статей не было бы невероятно опасно применить силу. Роботы сваррага не боятся жертв, а я не хочу рисковать жизнью людей подземья. Но все изменилось. Ваше появление – это внешняя переменная для сваррага. Пусть я и не вижу полной картины, но, возможно, у вас получится повлиять на него. Это было бы лучше всего. У нас складывается неплохой план. Но я боюсь, что сварраг не будет колебаться. Эх, вы все поймете, когда доберешься до его территории. Подземье никогда и ничего не идет гладко. А ты, госпожа из Серебов Горевых Стражей, ты единственный, здесь у кого нет причин общаться со сваррагом или умирать от его руки. Хотела бы услышать твой план. Подземье по-прежнему является частью Белобога, и если существование в сваррагах представляет угрозу для местных жителей, я, конечно, поддержу вас. Отлично! Прекрасный ответ. Слова достойны триемнице-хранительницы. Поскольку мы все на одной стороне, нет причин откладывать. Идемте, я договорюсь с проводником, который отведет вас к сваррагу. А чем будет заниматься Дикий Огонь тогда? Отношения Дикого Огня со сваррага уже давно стали враждебными, и наше сопровождение принесло бы лишнее у нее удобство. Мы будем рядом в полной готовности, и если дела пойдут плохо, появимся в мгновении ока. Зелли, думаю, ты сможешь показать нашим друзьям чужиком путь. Так, точно, босс. О, а что это нам это сам прям это написывает? Погодите-ка. Моя спасительница, я наконец-то связался с тобой. Помоги, все надежды на тебя. А если не помогу? Интересно, а? Что это ты начал писать нам? Скорее, умоляю, это вопрос жизни не сперти. Как сможешь, приходи ко мне в большую шахту. Время не ждет, моя жизнь зависит только от тебя. Мудрость выживания, которая нас подставит. Конечно. Ладно, давайте-ка по сюжету. Джулиан. Алло, алло, ответьте, как это работает? Что означает массовая рассылка? Давай покажетка прислать мне денег. Это функция оплаты. Господи, герой. Просто спросим, кто ты? Вау, кто-то действительно ответил. Это реальный человек? В общем, я Джулиан. Главный офицер разведки кротов. Мне нужна помощь. Приходи ко мне ко входу в большую шахту. Господи, и тебе туда нужно? Господи. О, боже мой. Все что-то хотят в большей шахте. Ладно. Но у нас другая цель. Вот эта цель. Вот. Так. Нам туда, да? Давайте-ка. Двинемся. О, а это Хук. Привет. Как ты? Вот этого я действительно не ожидала. Итак. Крыты часть Дикого Огня. Все верно. Это я. Фух, великий враг. Что ты хочешь? Детка. Я думаю, произошло недоразумение. Ой, конечно, Снапа. Куда ж пись без тебя-то? Я буду вашим проводником, друзья. По приказу бригада Олега. Угу, угу, угу. Смотри, не убеги. Должен сказать мысль о том, что ты предпочитаешь малышку своему старому приятелю Сампу. Меня расстраивает. Так. Еще раз напомню, как ты нас предал. Ладно, ладно. Не начинай. Хочу спросить у тебя кое-что. Все в Тикого не знают, где находится логово Сварага. Ты нам зачем вообще? Возможно, я специализация в этой области. Дикий огонь, можешь знать, где находится база, но были ли они когда-нибудь внутри? Ты был внутри? Нет. Но последнее... Поселение робота, я влазил вдоль и поперек, и нашел мне мало зацепов. Я могу побольше, я вам даю слово. Олег, доверился тебе? Вот именно, у меня тоже под сомнением. Чего он тебе доверился-то? Эй, что ты хочешь этим сказать? Да вы бы даже не нашли дикий огонь без моей помощи, верно? И то, правда, да. Не об этом свидетель. Сапа Коски был всего лишь воношвленным и преданным слугой. Ой, да хватит уже. Мы тебе верим, верим. Показывай дорогу. Здорово. Не отставайте. О, боже мой. Ладно. Персонажи бывают разные. А Санпо, долго еще? Обязательно спрашивайте каждые минуты. Еще пару шагов. Всего пару шагов и дошли. Ну, как раз таки мы и дойдем. Так. Тут ничего нету? Там сундучков, например. Так, ну, ваше бы ничего. Так, что у нас тут? Вот, тут еще можно собрать. То, что я не читаю, конечно. Это лого Сварага? А я думаю, что будет тут холодно и безжизненно, а тут так ошивленно. Множество бродяг нашли здесь временное пристанище, когда их дома заполнили монстры. Не опасно ли разбивать лаги прямо под нос у Сварага? Нет, Свараг может быть без жалости, но он никогда не нападает без причины. Для тех, у кого нет дома, это на самом деле безопасное место. Если бы я не ушла, тогда наверняка я и я была бы сейчас с ними. Угу, понятно. Так. Тут еще у нас нычки-заначки, нычки-заначки. О, чей-то робот. Ладно, еще один робот. А, то есть они типа безобидные, да? Это очень подозрительно на самом деле. Так. Сундучки, сундучки. О, тут еще есть что-то. Ух ты. Истина невидимая. Ладно. Так, а тут у нас что? Так. Мы ничего, мы просто ходим, разбиваем это. О. Не дергайся, я быстро тебя починю. Мой дизайн был заменен более новыми моделями. Мои компоненты больше не представляют ценности. А? Что ты болтаешь? Я не собираюсь продавать твои детали. Уэ, кого здесь только нет. Держите ухо востро, друзья мои. И не дайте обмануть вас. Ой, ты про тебя говоришь? Все нормально. Мы на тебе натренировались. Знаешь, милашка, а ты такая злопамятная. Конечно, еще какие мы злопамятные. Ой, ладно. Какие тяжелые ворота. Ладно, смотрите. Тизам, откройся. Ты забыл, что мы должны нажать кнопочку? Это секретный код или что-то в этом роде? Это воображаемый пароль, который любят использовать дети. И я не думаю, что от него будет много пользы. Помоги нам сломать ворота, а? Ого, взломать! На глазах всех бродяг и роботов? Они не слепые, знаете ли. К счастью для нас, я уже разобрался с механизм этих ворот. На территорию босса сварга, кого ни пропадя, не пускаю. Если ты хочешь увидеть босса, тебе нужно разрешение. Какое? Разрешение? Верно. Войти или выйти могут только старатели. Можно щипки сварага? Соответствующие сертификации. Эти старатели собирают неходящие остатки со всего подземья, а затем приносят их к сварагу для ремонта. А, понятно. Честно говоря, это очень применимая маленькая предприятие. И если бы я только принадил его... Они бы уже звали меня Сампо-босски. Господи, Сампо. Хватит болтать! Где мы можем получить это разрешение? Это проще простого. Видишь, робота рядом с бродягами? Они все разведчики сварага. Каждому из них приказано поддерживать здесь порядок. Помимо того, что они бдительно следят за бродягами, еще одной из их обязанностей является обработка. Любой, кто хочет стать старателем, муточка сварага, должен сначала пройти тест у этих ходячих светофоров. А какой тест? Понятия не имею. У меня никогда раньше не возникало желание пойти поддраться со сварагом. Это ведь вам так и хочется попасть внутрь. Ну так идите и спросите робота. Ну сразу виноват, нас кидает. Окей. Такое ощущение, что за ними здесь следят роботы. На первый взгляд, это было бы немыслимо. Роботы всего лишь инструменты в надмирье. Не принимайте сварка за обычного робота. Он особенный. Ну то и древний, да. Ладно. Нам не хватает сертификации третьей поселения роботов. Окей. Нам нужно раздобыть... Наверное, у этого сломано. Он не вот этого. Ладно, хорошо. Это должен быть один из них, верно? Выглядит так убого. Эта штука вообще работает? Может он сломался? Да нет, работает. Нельзя так людей пугать! Протокол. Протокол. Инициация. Сканирование. Проверка. Ошибка сертификации. Субъект еще не получил разрешение на доступ. Запуск обработки. Что? Уже начинаем? Запускается первый этап обработки. Пожалуйста, послушайте следующий вопрос. Какие еще вопросы? Кто является действующим чемпионом рэп-турнира двигателя внутреннего сгорания? Внутреннего перегорания? Это что за... Откуда там знать? Санпо, ты знаешь ответ? Санпо Коски всегда знает. А что там спрашивали? Так на тебя можно положиться или нет? Ах, я же не могу знать все. Иногда нужно поспрашивать вокруг без паники. Давайте-ка послушаю, о чем говорят продяги. И может быть сорвем джек-пот. А это умно. Ладно, соглашусь с тобой. Окей. Пожалуйста, ответьте на следующий вопрос. Кто является действующим чемпионом рэп-турнира двигателя внутреннего сгорания? Давайте-ка послушаем разговоры. Так. Тут у нас тут стоят вот эти. Ну-ка послушаем. Йо-йо, слушайте все. Посвящается всем типа рэперам. О боже мой. Чемпион двигателя внутреннего сгорания. Бэдрак 88 градусов. Представляет рассвет рэпа подземья. Сейчас встретим в вашей душонке. Поехали. О, прикольно. Эээ-ээ. Это Блэк Пинк, нет? Напишите в комментариях. Ты реально Блэк Пинк? Ладно. Так. Походу, мы знаем ответ. Так. Внутренний возглавие. Бедрок 88 градусов. Правильный ответ. Результат сертификации успешна. Осталось запрошенных сертификатов два. Еще два вопроса, господи. Пожалуйста, протяните правую руку. Моя правая рука? Ну вот. Почему эта часть? Эй, ой, ой, ой. Так это сертификционная метка? Отлично. Осталось всего два шага. Поехали. Так. Получен предмет. Спасибо. Окей. Так. Окей. Надеюсь, ты нам такие вопросы не будешь задавать? Раздражительный робот. Протокол, инициация, сканирование. Тьфу. Мне так надоело это повторять. А? Что это? Кучка желез только что сказала. Это Девиант. Кажется, у него дурной нрав. Угу. Давай покончим с этим. Вы получили разрешение первого уровня. Если нет, то вы зря тратите время. Это... Вот, смотри. Да, да. Ладно. Вот твой вопрос. Слушай. Разгадайте загадку. К какому компоненту должен быть присоединен микрокристаллический блок? Микрокристаллический блок? Так. Не знаешь, ответ позор. В школу бы тебе на пару годиков. Да вы, блин, задаете вопросы, девушки. Конечно, я тут тугодумка. О, боже мой. Так, где тут еще разговаривают? Наверное, вы. Не-не-не-не, нельзя вставить микрокристаллический блок в подложку радиатора. Откуда вы знаете? Балуая шахтерская лампа сказала, что нужно обращать внимание на интерфейсе при сборке реликвий. Чтобы заставить эту штуку снова двигаться, нам нужно подключить микрокристаллический блок к рабочему тормозному модулю. Так, к рабочему тормозному модулю. Ага, в противном случае это просто круто метанолом. Или ты поверишь, хоть ты нам услу этого выхода. Дряхало, болвана, Балуая. Тебе, конец. Последний раз, когда он действовал по собственному совету. Он сам себя долбанул током. Спрашивает, нужно по-настоящему знающих реликвий. Никто не умеет чинить машину лучше, чем Мари. Я верю, как он подключал блок в микрокристаллический блок, вроде как в блокологическое проявление, чтобы заставить робота в вибрационный бур. А, Мари? Да, он и его братик в поддельную реликвию от настоящее отвечать не смогут. Недавно я слышал, что я обманул какой-то торгую с подделками. Ты просто знишься, мой друг. Так. Ага. Ну-ка попробуем то, что один сказал. Так. Рабочий тормозный модуль, да? Такой ужасный ответ на такой простой вопрос. Школа бы тебя на годик. Герой, может я уже разобью эту консервную банку? А, драки хочешь? А я как раз не в лучшем расположении духа, так что давай, налетай. И если мы превратим тебя в металлолонг, мы все равно получим нашу сертификацию, да, Федь? Мне подходит. О, за неправильный ответ мы будем драться? Ладно. Хорошо, ладно. Так. Такое ослабление, ну, плохо ни на кого. Так. Ау, больно. Эй, не честно так-то. Все, чаепитим, закончили. Стой, пощадите меня. Мне жаль, я дам вам сертификат. Спасибо. Вот так-то лучше. Хорошо, пожалуйста, притяните правую руку. Не ты, вон та девушка. Хе-хе-хе-хе, да, ладно вам. А что? Опять я? Это больно, знаешь ли. Ай-яй-яй-яй-яй. То есть они, получается, вкалывают, да? Вот и все, остался последний шаг. Теперь, пожалуйста, оставьте меня в покое. Какой раздражительный робот, однако. Так, остался тот, который вон тут, да? Окей. Ну что ж. В любом случае нужно, чтобы он индицифировал наши сертификаты. С этим что-то не так. Протокол. Ошибка инициализации попытки восстановления системы. Плохо дело. Ошибка восстановления системы. Основной модуль поврежден. Обнаружена внешняя угроза. Устранение угроз активировано инициализация боевого модуля. Ого, конечно, еще будет. Ха, наконец-то, больше не надо ломать голову. Это ржавое ведро. Вот подстричься со своими создателем. Ладно. Как обычно. Ой, какой-то он жирноватый посредине-то. Ау. Вообще-то больно. И ей больно. Что вы творите? Опять же. так ладно кто-то жесткий робот был а какой сразу сговорчиво стал да позвольте мне попробовать перезагрузить его систему система сертификации онлайн пожалуйста притяните правую руку почему вечно я почему сейчас больнее чем первые два раза по крайней мере это последний шаг мы можем пойти прямо сейчас верно система сертификации спарго нам не одолеть это вообще сработает вернемся к ворота и попробуем так ладно окей так тут есть эти штучки синие штучки а то у нас как-то это пойду-ка сюда вот так вот спасибо вот и теперь идем открывать ворота да 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 и зама откройся видишь в конце концов не так уж и плохо иметь сапог в команде верно бригадир алексей давал что я да да большое спасибо за мой за тебя словечко бригадиру так что хватит болтать хорошо а теперь вы будете мне вас предупредить здесь начинается незнакомой территории и вы должны действовать максимально осторожностью нам просто нужно пояснить ситуация сварок а пошли уже что я только что сказал что я походу никто перее все кроме марты какая-то штока контроллер лифта нет доступа ладно значит потом будет доступен чертова текстуры на тебе ворота откуда здесь еще не ворота похоже у этих ворот более сложные конструкции чем у предыдущих сам по что это сапо где он так я же сказал все что обманил да куда он делся уже здесь секунду назад но вот опять ой к нам у робот идет это снова тот же тип робота пожалуйста не говорите мне что есть еще один раунд обработки обнаружены посетители босса сварога протокол инициации сканирования проверка кто хорошим очень важно не так осторожно кто знает какие трюки у него припасаны этого тоже ломаем и я в деле ошибка сертификации субъект еще не получил разрешение на доступ запрос отклонен посетители должны получить разрешение на доз от клары а еще сложнее чем я думала ладно клара а та девчушка которую мы видим в большой шахте да нам нужно получить от нее разрешение она тут причем она хозяйка сварога она его семья ты что забыла простите не поможала семья я не понимаю не ломайте голову нужно найти клару не знаю сработали это но попробовать стоит где сейчас клара получение аудио данных пожалуйста подождите несущий элемент энерго ядра сломан если мы его не починив ближайшее время поселок покроется в кромешную тьму тимми я возвращаюсь за клепоград может я смог восстановить некоторые нужные компоненты тебе нужно охранять ворота пока меня не будет восстановление записи завершено возобновление выполнение команд клары она вернулась но мы только что были там кажется придется исти обратно погодите так вы были на экскурсии в другом городе это был не так весел как звучит там уктоится за каждым углом надо да все правильно ты права маленькая девочка в 90 идущий фарфим фрагмент ты права маленькая девочка вытянулись и идущий во фрагменту даже представить страшно она сильнее чем кажется но даже так да ты сама не выглядишь такой уж крутой найдем ее сварок никуда не денется понятно пошли ее искать ладно пойдем искать это большая корс чего начнем кушать ломать клада сказала что собирается эти компоненты верно начал складовой наташи ну логично так а можно переключиться тоже есть любом случае . да да вот здесь телепортимся вот нам сюда и фоновые звуки ля-ля-ля-ля-ля-ля так мы были здесь да ой а что с ее роботом это не тот робот который везет везде ходит с кларой эти консервные банки все одинаковые как их отличить он собирается что-то сказать слушайте инициализация модель самовосстановления ошибка инициализации лара в опасности должен защищать в опасности что ты имеешь ввиду мастерская цели должны быть устранены и значит лет что в мастерской появился в левее есть монстры лара на а нет она в опасности скорее бежим мастерскую я знаю дорогу ладно так куда ведете нас а сюда же ахо это нужно чуточку вниз да ладно или чуточку вверх ладно а здрасте вот и будет там что-то огромное и там клара мы должны спасти ее пойдете не нужно бояться у нас исчисленное преимущество ну как тебе сказать но с точки зрения силу тут такой себе ну она проверим вроде бы нормально прокачалась а у больно но не покупать прямо к у alongside что у нас не испแลли Продолжение следует... 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 Продолжение следует...